Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Аш-Волк и с вами я, Юрий Гимельфор. Вопреки ожиданиям, скандал Рыбка-Гейт, который, напомню, начался после расследования Алексея Навального и в котором оказалась замешанная миллиардер Олег Терипаско, зампред российского правительства Сергей Приходько и девушка с пониженной социальной ответственностью Настя Рыбка, он не только не утихает, а, напротив, набирает обороты. Причем раскручивается этот скандал не потому, что Навальный доложил общественности нечто из ряда вон выходящее, а потому, что основные фигуранты этого скандала, а также некоторые высокопоставленные чиновники повели себя в этой ситуации, мягко говоря, не вполне адекватно, а если говорить, называть вещи своими именами, более чем странно. Причем они повели себя настолько странно, что, как говорится, вечер перестает быть томным. Убедитесь в этом. В начале разоблачения Алексея Навального прокомментировал вице-премьер глава аппарата правительства Сергей Приходько. Он заявил следующее. По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля. По словам Приходько, политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе сумбурно смеша все возможное и невозможное от моего друга Олега Дерипаски до американского президента Трампа и лично мне неизвестного Манафорта. По словам Приходько, подавать в суд на Алексея Навального ему самому будет много чести, и далее он заявил, достаточно того, что это сделают другие люди. На следующий день, 10 февраля, представитель Олега Дерипаски рассказал, что его босс подал иск в суд против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения. Сам Алексей Навальный фигурантом дела не является, и лишь суд обязал Роскомнадзор блокировать доступ к его расследованию до разрешения спора. Вот что заявил представитель Олега Дерипаски. Иск в суд подан против физических лиц Анастасии Вашукевич, то есть Насте Рыбки, и Александра Кириллова, то есть Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни. При этом представитель миллиардера уточнил, что сам бизнесмен не давал согласия на разглашение персональной информации и подчеркнул, что ответчиком по иску Алексей Навальный не является, несмотря на то, что он незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения. Как сообщил в своем блоге сам Алексей Навальный, потрясает скорость, с которой суд отреагировал на решение суда и, соответственно, в единый реестр запрещенной информации был внесен сайт навальный.ком. Пока ограничения доступа нет, но все работает по закону. Вначале предлагают удалить все добровольно и потом блокируют. Обращая на себя внимание, это было сделано в суде Устслабенска, который находится в 1300 километрах от Москвы. Но дело в том, что именно в эту школу, в школу этого города, ходил мальчик Олег Дерипаска, и именно в этом городе он платит большую часть своих налогов. Соответственно, суду понадобилось меньше суток для того, чтобы принять документы, удовлетворить иск Дерипаски и вынести предписание Роскомнадзору. В самом Кремле расследование Алексея Навального о действиях Олега Дерипаски и Сергея Приходько категорически отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил очень коротко «Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать». Друзья мои, а вы ничего странного в этом наборе фактов не увидели? Нет? Ну тогда позвольте для начала привести вам один простой гипотетический пример. Представьте себе ситуацию, когда у гражданина А есть в подчинении два гражданина – Б и С. Предположим, гражданин Б обвиняется в совершении уголовного преступления. Как на это будут реагировать граждане А, Б и С? Гражданин А скажет, что я на это отвечать не буду, я к этому не имею никакого отношения, пусть разбираются правоохранительные органы, и все будет в рамках правового поля. Как на это отреагирует гражданин Б? Он начнет подавать в суды, опровергать свою поруганную честь и достоинство, etc., etc. Как на это отреагирует гражданин С? Он скажет, я не я, ложь не моя, я ничего не знаю. А вот теперь подумайте над этой ситуацией в свете вышеприведенного примера. Гражданин Приходько заявляет, пусть с этим разбирается суд, меня это не интересует. Я к этому не имею никакого отношения. Гражданин Дерипаска бьет себя пятками в грудь и начинает подавать в суды. А гражданин Песков, АК Владимир Владимирович, говорит, я ничего не знаю, это не мое дело. А вот теперь, друзья мои, задайте себе один вопрос. А кто в этой ситуации начальник, кто, проштрафившись, подчиненный, а кто тоже подчиненный, который не желает ни во что вмешиваться? Теперь, друзья мои, вы уловили всю пикантность ситуации. Ведь, по сути дела, любому нормальному человеку нет ни малейшего интереса до того, с кем спит Приходько, Дерипаска, Путин, Шмутин. Нам это не интересно, это дело их жены и любовницы. Нам до этого нет дела. Спите с кем хотите. Но посмотрите, по сути дела, в своем расследовании Навальный обвинил де-факто Приходько в совершении преступления, незаконное обогащение. И тут мы выясняем, что вот как раз Песков, он ведет себя как типичный подчиненный. У меня возникает вопрос, а каком же расклад на политическом Олимпе в Российской Федерации? Тогда получается, что справедливые разговоры о том, что Путин это де-факто фронтмен. И в этой ситуации даже девушка с пониженной социальной ответственностью, Настя Рыбка, она и то поняла весь расклад, что де-факто Приходько, он является начальником Путина. Это есть серый кардинал. То есть, фактически, вот этот скандал, он выявил реальную расстановку сил на политическом Олимпе. Помилуйте, тогда становится понятно, почему тот же Навальный, он до сих пор не мочил Путина. А зачем? Зачем мочить второстепенную фигуру? В этом нет ни малейшей необходимости. Удар наносится в самое сердце, в голову. Удар наносится по тому, кто стоит выше Путина. Остается задать уже нам другой вопрос. Нет-нет, не о личности Олега Дерипаски. Как раз с этим персонажем все ясно. И ваш покорный слуга недалее, как вчера, уже говорил о том, что ждать от человека с такими умственными способностями. И вот этим судебным процессом он только подтверждает свою характеристику. К нему вопросов нет ни малейших. У меня другой вопрос. А кто же такой заказчик вот всего этого скандала? Навальный? Нет. Навальный исполнитель. Навальный человек, который, как говорится, держит нос по ветру и вовремя сориентировался, куда нужно бить. А вот кто реально все это подстроил? Кто подложил Настю Рыбку под альтернативно одаренного господина Дерипаску, сопоставив ситуацию таким образом, что недалекий человек просто введет эту барышню, которая все это потом и изложит. И я, кстати говоря, уже тоже намекал на то, что, а сейчас говорю открытым текстом, я сильно сомневаюсь, что Настя Рыбка сама додумалась ввести дневник и все это изложить. То, что охрана Олега Дерипаски не удосужилась вовремя это пресечь и в течение полугода. Вы вдумайтесь, полгода кару вся эта вакханалия была доступна для всеобщего обозрения. И Навальному осталось только сорвать с дерева спелый плод, что он и сделал. Так я повторяю вопрос, а кто же этот заказчик, кто же серый кардинал 2.0 в российской политике, что рискнул бросить вызов реальному главе государства Сергею Эдуардовичу Приходько? Это вот тот вопрос, который мы должны задать себе постоянно. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Ньюашвот, не забывайте ставить лайки. А если будут вопросы, присылайте. Мы их обязательно обсудим. До встречи. Продолжение следует...